всем привет вы на канале паутинка книт меня зовут валентина сегодняшнем видео будем вязать вот такую красивую модную летнюю панаму моя панама связана на взрослый размер объем головы 56 сантиметров также подойдет 55 57 сантиметров если вы хотите связать детскую панаму то по этому же мастер-классу можно связать и детскую панаму также в этом мастер-классе я рассказываю о том как сделать незаметным начало ряда вот в таком цветном вязание к примеру вот посмотрите у нас по кругу одинаковое полотно начало ряда здесь совершенно незаметно панама вяжется абсолютно не сложно если вы умеете вязать крючком то вы обязательно справитесь так как панама у меня будет комплект топу буду вязать ее точно такими же цветами которыми я вязала топ буду вязать в две ниточки поэтому основным цветом я беру серый опять же потому что здесь у меня был серый цвет и дополнительных цветов я тоже буду вязать в две ниточки вот они у меня здесь они у нас уйдут только на поля поэтому их нужно совсем-совсем немножко я беру ниточку серого цвета начинаю вязание с кольца амигуруми подробнее как вязать такое кольцо у меня есть видео на канале оставлю ссылочку в правом верхнем углу переходите и посмотрите подробнее если не умеете попробуйте связать и теперь в это колечко я провязываю 12 столбиков без накида 12 связала теперь вот эту оставшуюся ниточку беру и колечко хорошенечко затягиваем все у нас кольцо замкнулось и в середине у нас нет никакого отверстия ниточку оставляем и и будем потом закреплять самую первую петельку захожу вытаскиваю ниточку делаю соединительную петельку все ряд у нас закончен и теперь мы будем приступать ко второму ряду и здесь уже мы будем делать прибавки провязываю 1 воздушную петельку подъема можно здесь поставить маркер если вы путаетесь где у вас начало и теперь через петлю будем делать прибавление 1 воздушную петлю сделала следующую петельку я провязываю 2 столбика без накида затем одну петлю провязываю из петли затем из одной петли 2 столбика и следующей петли 1 столбик и следующий 2 и так до конца ряда всего в этом ряду у нас должно быть 6 петель с прибавлениями довязали а последняя петелька у нас просто одна одинарная пришли к началу ряда вот здесь вот мы делали воздушную петельку подъема можно ее прям вот сюда сделать вот вот она у нас вот эта воздушная петелька прям перед началом 1 прибавки которую мы делали вот мы сюда провязываем соединительную петельку замкнули ряд следующий ряд провязываем воздушную петлю подъема и у нас здесь сразу идут прибавки здесь прибавки прошлого ряда 2 петли вырезаны из одной и в этом же самом месте мы будем делать прибавление этого ряда 2 петли вывязываем из одной здесь же дальше уже мы вывязываем 2 петельки из каждой 12 затем вот опять у нас была прибавка прям именно в этом месте мы делаем прибавки снова отсюда же вывязываю 2 петельки затем 1 2 по 1 затем опять прибавка 2 петельки затем по одной провязываем так до конца ряда вывязывая прибавки именно в тех местах где у нас были прибавки прошлого ряда вот в этом ряду у нас были прибавки вот значит мы вот сюда между этими двумя петельками прибавки прошлого ряда сюда мы провязываем прибавку в этом ряду у нас между прибавками уже две петельки провязали последнюю петельку и вот она у нас начало ряда сразу же начало ряда и сразу же прибавка если вам незаметно начало ряда то тогда вот здесь вот ставьте маркер я его и так вижу и поэтому в начале начало ряда и практически никогда не отмечаю провязываю сюда снова соединительную петельку затем начинается новый ряд воздушная петля подъема и сразу же опять прибавка то есть прибавки мы делаем в тех местах где они у нас идут каждый ряд между двумя петельками прибавки предыдущего ряда каждый ряд мы делаем прибавку только между прибавками у нас увеличивается каждый ряд на одну петельку вот в этом ряду у нас теперь уже три петельки между прибавками первым была одна во втором 2 сейчас уже три затем снова прибавка 2 петельки из 1 затем снова 3 петли опять прибавка опять 3 петли здесь уже нам хорошо видно где у нас прибавки 1 2 3 4 5 6 получается как я и говорила в начале вот у нас такой многоугольник получается и таким образом мы вяжем каждый ряд прибавляя а получается по одной петельки делая прибавки в тех же местах где у нас прибавки прошлого ряда вот они вот они на вот этих уголочках и таким образом мы провязываем всю макушку я связала 13 рядов в сантиметрах это получается отмеряем от серединке 6 половиной 7 сантиметров на размер головы 56 этого достаточно если ваш размер головы больше то провяжите на на два-три ряда еще больше с прибавлениями и сейчас мы будем вязать высоту нашей панамы и начало ряда мы уже делать не будем так как выглядит донышко сейчас не переживайте она потом выглядит так не будет когда мы все свяжем и будем надевать все будет ровненько таких уголков острых не будет последний ряд вот я связала замкнула вязание в круг и дальше не делая петлю подъема в начале ряда я просто продолжаю вязать столбиками без накида по кругу теперь будем примерять какая высота вам нужна до того как начать вязать поля вяжем по кругу всю высоту я связала всю глубину своей панамы останавливаюсь там где у нас условное начало ряда вот он вот здесь у нас на донышке его видно и останавливаюсь вот здесь вот провяжу последнюю петельку соединительные для того чтобы немножечко сравнять ряд и теперь буду приступать к вязанию полей буду делать также как на топе сначала буду провязывать серым цветом и затем уже подключать цветные сейчас в начале мне нужно сделать имитацию столбика с накидом для того чтобы сделать незаметным поднятие рядом я придерживаю средним пальцем петельку которая у меня на крючке вытягиваю ее на размер столбика с накидом на высоту завожу крючок за столбик при этом крепко держу петлю чтобы она не съехала если вы отпустите пальчик она просто раскрутиться вот видите крепко держу собираю рабочую ниточку и вытаскиваю и теперь провязываю эти две петли вот у нас получился столбик с накидом покажу еще раз вытянула на высоту столбика с накидом придерживаю завожу крючок захватываю ниточку и вытаскиваю и провязываю 2 петельки теперь в эту же петельку я провязываю еще один столбик с накидом затем делаю воздушную петельку пропускаем здесь одну петлю и дальше провязываю 2 столбика с накидом из одной петельки воздушная петля одну пропускаю снова провязываю 2 столбика с накидом из одной и так провязываю полностью по кругу у меня получилось здесь все ровненько но если вдруг у вас осталось к примеру 2 петельки то можете пропустить 2 петельки я сделала воздушную петлю и соединительная петелька вот сюда вот присоединяюсь верхнюю петлю вот этого вот первого столбика все присоединила ряд теперь буду присоединять не другого цвета в случае вязания полей нам цвета вот эти вот лучше отрезать и потом будем прятать их иглой внутрь полотна потому что нам протяжки не нужны хоть это будет и внутри полей но все равно это некрасиво вот эту ниточку мы обрезаем оставляя здесь хвостик примерно 15-20 сантиметров чтобы нам удобно было потом прятать эти ниточки мы будем каждый раз вот так вот переходить вот такой вот имитации столбика с накидом вот сюда вот в промежуток вот в этот бы начало ряда у нас было незаметно сейчас я присоединяю новую ниточку очередность цветов у меня будет такая же как в топе тоже двойную нить беру и буду ее присоединять уже переходя вот сюда вот в это вот отверстие захватывают эту ниточку и ей уже вот сюда вот провязываю петельку так здесь мы вытягиваем вытягиваю петли все теперь провязываем другим цветом точно так же как и провязывала здесь делаю имитацию столбика второй столбик провязываю в отверстии и пусть также как мы в топить вязали теперь провяз Bou 1 воздушная петля в отверстии два столбика воздушная петля в отверстие 2 столбика в следующем ряду мы таким же образом присоединим другой цвет другой цвет и пока у нас не закончится все наши цвета которые у меня вот были на топе либо смотрите сами располагаетесь так как хотите и вяжите величины полей такую какую хотите провязываем полностью величину полей таким образом каким я показала вот я довязала уже все свои цвета и я их расположила в том же порядке в котором у меня они расположены на топе и последний ряд провязала серым цветом также как и в начале и решила еще последний ряд обвязать столбиками без накида просто обвязываю в каждую петельку столбиками без накида до конца ряда довязала и вот здесь вот к первой петельки подъема я присоединяю соединительным столбиком все вязание закончена теперь я эту ниточку обрезаю по длине и хвостик оставляю и как обычно просто так вот хорошенечко затягивая напоминаю что вот здесь вот по полям никаких прибавок я не делала я просто провязывала в отверстие который у нас имеется также обрезала каждый цвет как говорила и у нас по полям с изнанки вот такие вот длинные хвостики специально оставляла длинные чтобы удобно было их спрятать и теперь нам нужно закрепить этот каждый хвостик здесь у нас двойная ниточка везде каждую ниточку нам нужно закрепить по отдельности и все эти ниточки спрятать иглой закрепляю таким образом к примеру серого начнем сначала делю вот эту двойную ниточку по одной вхожу в ближайшую петельку вытаскивая ниточку и двойную воздушную петельку в общем-то я всегда так закрепляю и хорошенечко затягиваю узелок тоже самое делаю со второй ниточкой другую соседнюю петельку вхожу вытаскиваем ниточку и 2 воздушных петли и затягиваем теперь по отдельности я буду вставлять по очереди в иглу эти ниточки и уводить их в полотно чтобы было незаметно и остатки обрезать то же самое я сделаю со всеми вот этими вот ниточками спрячу их и здесь будет даже незаметно что у нас здесь было вообще соединение начала ряда вот посмотрите даже с лицевой стороны незаметно что у нас здесь где то есть начало ряда благодаря тому что мы начинали ряд с имитацией вот этого вот столбика с накидом все закрепляем ниточки прячем их и отправляем нашу панаму в стирку когда мы ее постираем нужно ее обязательно отпарить теплым утюгом можно прям вот изнутри прогладить вот эту часть глубину панамы и донышко можно если у вас чистый хлопок пряжа то тогда можно прям подошвы утюга прикасаться и проглаживать не слишком горячим утюгом с паром если у вас полу хлопок то тогда лучше подошвы не прикасайтесь просто пройдитесь паром обработайте пару как правильно проводить в это у меня есть отдельное видео оставлю ссылочку в правом верхнем углу переходите и проводите в этого все заканчиваем последние наши штрихи и проводим в этого панамы постирана отпаренной посмотреть как она выглядит идеально все ровненько аккуратненько и здесь нигде на полях даже не видно что у нас здесь есть начало ряда я вот вам покручу и вы даже не заметите вот эта макушечка и вот наши поля ровненькие все здесь одинаково кстати забыла сказать что вот здесь вот у нас когда мы делали кольцо амигуруми мы вытягивали ниточку в начале и у нас была такая длинная ниточка здесь я вот ее уже спрятала она в принципе прячется точно так же как и все остальные нитки просто перед тем как ее спрятать вот я закончила с полями когда прятать все ниточки затем я вот эту ниточку тоже спрятала перед тем как ее прятать ее нужно еще раз хорошенечко подтянуть чтобы вот этот вот центр затянулся если он у вас немножко вдруг расслабился при вязании и также по одной ниточке закрепить и спрятать в полотно и вот она что лицевая сторона что изнаночная они у нас одинаковые только что рисунок отличается у лицевой и изнаночной стороны слегка ну это заметно только тем кто вяжет вот такая красивая модная летняя панама у нас получилось кому понравился данный мастер-класс не забудьте поставить лайк подписывайтесь на мой канал если еще не подписаны нажимайте колокольчик чтобы не пропустить уведомления выходе новых видео свои работы по моим мастер-классом выкладывайте по тегу который указан на экране буду очень благодарна за вашу обратную связь всем приятного вязания а и и и и и и и